В благодарность за мирное небо круиз по Волге в честь 70-летия Великой Победы военные песни. Более 200 самарских ветеранов вернулись из путешествия по главной водной артерии России. За последний месяц это уже второе путешествие почетных туристов по российским городам. В мае ветераны ходили до Волгограда. У нас кроме участников инвалидов Великой Отечественной войны еще присутствуют ветераны-тружинки тыла, вдовы. То есть все остальные категории, которые мы не забрали прошлым рейсом. На прошлом рейсе даже была ситуация, когда выяснилось, что очень много ветеранов никогда не ходили на теплоходы. Ада Матвеевна Коптьева войну встретила ребенком. Ее детство украли голод и холод блокадного Ленинграда. Пережив ужас фашистского окружения, сегодня активно занимается патриотическим воспитанием. Говорит, дети с ее лекцией никогда не уходят равнодушными. Планета наша большая, это наша Родина. А есть еще самая маленькая Родина. Это вот наша Самара, допустим, наша семья, наша мама. Если у каждого своя мама, вот точно так же у каждого своя Родина. Это единственная наша Родина, которую мы любим, которой мы гордимся. Примечательно, что поездка выпала на ту дату, которая навсегда оставила кровавый след в сердцах ветеранов. Первый день войны, 22 июня. Мы помним, что главные победители в Великой Отечественной войне, те, которые шли в атаку с начала войны, они отдали свою жизнь за нашу Родину. На пути следования самарских ветеранов семь волжских городов. Первая остановка в Чистополе, городе, который во время войны стал центром культурной жизни страны. Здесь жили в эвакуации Борис Пастернак, Анна Ахматова, Александр Фадеев. К вечному огню туристы возложили цветы. Далее ветераны отправились на экскурсию в Елабугу. Затем в Чайковский. Кульминацией стало посещение Перми, где представители Самарской администрации и общественных организаций встретились с участниками местного совета ветеранов. Взяв курс на Самару, почетные туристы посетили Нижнекамск и Ульяновск. Мы плывем, природа, вот Волга такая огромная, теперь Кама, не отличишь даже это такая же, в общем, отношения отличные, забота. Спустя неделю теплоход Федор Достоевский на берегу встречали родственники и близкие ветеранов. Сами туристы отметили посетить города необъятной России – лучшая благодарность от потомков. Марьяна Мирная, Алина Чемерис, Сергей Баскин. События.